Я назвал свой видеосюжет о пропаганде вчерашней и сегодняшней. Еще раз вспомним историю Второй мировой войны, политика, дипломатия, пропаганда и результаты профессиональной лжи. Вы знаете, что был пакт Молотова-Риббентропа, где Германия и СССР друг друга поддержали в бандитском набеге на Польшу. А в 2000 году в Москве произошло знаменательное событие. К власти пришел Владимир Путин, продолжатель Сталина и Гитлера. А помогают ему пропагандисты кремлевского гибистского режима, жаполизы, так называемые деятели культуры эрефии. Главный из них министр Лавров, верный конь гибистского режима. Министр Лавров говорит, да мы за Путина всех порвем. И конечно же, пахан Вова Хуйло всегда поднимает тост за дебилов, избравших его. А вот что реально ждет Путина, Лаврова и всю кремлевскую банду продолжателей дела Гитлера, Сталина, Риббентропа и Молотова. Смотрите Нюрнбергский процесс. Допрос Риббентропа, министра иностранных дел Гитлеровской Германии. А это допроса бывшего министра иностранных дел Иохимова Риббентропа. Вы присутствовали во время беседы президента Чехословакии Гаха и Гитлера 15 марта 1939 года. Риббентроп. Да, я присутствовал. Файв. Помните ли вы, что Гитлер заявил, что в 6 часов германские войска вступят в пределы страны? Риббентроп. Очень возможно, что нечто подобное было сказано, но детали я не помню. Я должен сказать, что президент Гаха был ошеломлен тем, что должно начаться вступление германских войск в Чехословакию. Я точно это помню. Но затем он заявил в своем согласии и подписал с Гитлером составленное мной соглашение. Файв. Вы сообщили нам, что этого соглашения добились после того, как были высказаны эти угрозы. Риббентроп. Нет, я этого не сказал. Файв. Вы это сказали несколько минут назад. Риббентроп. Нет. На следующий день за Риббентропа взялся советский обвинитель. Считаете ли вы захват Чехословакии германской агрессией? Нет. Считаете ли вы нападение на Польшу германской агрессией? Нет. Считаете ли вы нападение на Данию германской агрессией? Нет. Считаете ли вы нападение на Бельгию, Голландию, Лексимбург германской агрессией? Я должен опять ответить нет. Считаете ли вы нападение на Грецию германской агрессией? Я считаю, что нет. Считаете ли вы нападение на Советский Союз германской агрессией? Нет. Вам известно, что до войны были разработаны директивы об истреблении мирного советского населения. Нет, об этом я также не знал. А о директивах об отсудности в районе Барбароса вы, очевидно, знали? Я должен сказать, что этой темой я лично никогда не занимался. Вы подтверждаете, что никогда ничего не слышали о жестокостях, творившихся в концентрационных лагерях? Да, это правильно. Скажите, вам известно, что миллионы граждан угонялись в рабство в Германию? Нет, об этом я не знаю. А вот что произойдет буквально через несколько лет в Москве, в 20-е годы. Жирик, это все придумал, сука, Путин? Мы ничего не знали. А Соловей подпевает, точно, точно, это все придумал, сука, Путин. Ждите, ребята. Скоро вы увидите результаты исторические. Все повторяется. Пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова